МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В январе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем приток денежных переводов в страну сократился на 27 миллионов долларов или более чем на 17%. Показатель снизился со 156 миллионов 700 тысяч долларов до менее 121,5 миллионов долларов. Снижение объемов денежных переводов в Кыргызстане началось в августе 2016 года. В последний месяц лет объемы денежных переводов достигли пиков в 225 миллионов и затем в течение полугода снижались каждый месяц на порядка 20 миллионов долларов. Однако в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года переводы выросли почти в два раза. Прошлый год вообще отличился самым низким показателем переводов в первый месяц за пять лет. В 2015 году в январе в страну перевели чуть более 74,5 миллионов долларов, а в первом месяце 2014-2013 годов объемы переводов составляли почти 130 миллионов долларов. 97% или почти 118 миллионов долларов, поступивших в январе, из России. Из Казахстана в январе переведены 200 тысяч долларов, 2 миллиона поступили из Соединенных Штатов, еще один миллион из других стран дальнего зарубежья. В принципе, Центробанк России прогнозировал, что объем переводов кыргызских мигрантов из России достигнет показателей 2013-2014 годов. В конце декабря 2016 года российский регулятор сообщал о том, что мигранты из Кыргызстана стали переводить больше денег на родину. Экономика нашей страны серьезно завязана на мигрантских заработках. Это несет определенные риски. Представители бизнеса и международных институтов стараются обратить внимание правительства на эти угрозы. Влияние денежных переводов на экономику Кыргызстана значительно. Например, мигранты делают переводы в долларах. Это обеспечивает приток иностранной валюты в страну и помогает сдерживать падение курса суммы. За счет переводов денежных поступлений остается положительным и платежный баланс страны. Это важно для экономики, особенно в момент, когда импорт во внешнем торговом балансе страны доходит до 80%, а объем отрицательного сальда растет с каждым годом. Но может денежные переводы оказывают не только позитивное влияние на экономику страны. Тем не менее, поступление от мигрантов – это пассивный доход. То есть добавочной стоимости, которая могла бы обеспечивать развитие экономики, нет. Поэтому бизнес сравнивает мигрантские поступления с такими видами пассивного дохода, как пенсия или грант. Старики или бабушки, дедушки, которые остаются у нас в Кыргызстане, они получают переводы, не работая и просто сидя и получая своеобразную пенсию или грант. Для Российской Федерации это хорошо, потому что человек, который поехал работать туда, он создает дополнительную стоимость. Например, если он что-то строит, Российская Федерация получает здание. Если он где-то работает, то там тоже какой-то эффект получает. И деньги, которые человек получает там, в Российской Федерации, сюда переходят, но добавленной стоимости в экономике нет. Просто деньги сюда приходят. Второй момент – это то, что там не очень много переливается от дохода грант, как от других экономических, от другой экономической деятельности. То есть если эти те же самые люди здесь работали, даже с меньшим доходом, то этого как бы перелив на другие отрасли экономики мог быть побольше. И поэтому это доходы от грантов, они имеют ограниченную роль в дальнейшем развитии экономики. Они не являются, конечно, перспективным источником дохода для грантов. Еще один риск, который несет в себе большие объемы мигрантских поступлений – это зависимость экономики страны от экономики другого государства. Например, из-за кризиса в России в 2014-2015 годах резко сократились мигрантские поступления, и это негативно повлияло на рост экономики Кыргызстана. Например, в прошлые два года, когда упала цена на нефть, экономика Кыргызстана должна была от этого иметь пользу. Но из-за того, что доходы от грантов в России зависят от российской экономики, которая в свою очередь зависит от доходов от нефти, это было негативное явление для кыргызской экономики. Опыт других стран, которые зависят от мигрантов, и исторически, например, Ирландия или сегодняшние дни Южной Азии, показывает, что доходы от иммигрантов поддерживают сегодня экономику, поддерживают бедные слаи населения, какие-то налоговые доходы, платежный баланс. Но они не превращаются в основу, они не помогают строить будущее. Кроме того, по различным данным, 90% переводов, поступающих в Кыргызстан, тратятся на то и поминки, и повседневные нужды. На оставшуюся незначительную часть покупает недвижимость скот. Надо отметить, что мигрантские деньги дали толчок росту строительного бизнеса, но приобретение недвижимости также остается пассивными инвестициями. Мигранты еще не перешли к тому, чтобы их деньги помогали им зарабатывать еще больше доходов. Переводы от мигрантов краткосрочны. Кроме того, для будущего страны зависимость от них – это риск. Международные организации и бизнес-сообщества не раз рекомендовали правительству изменить структуру экономики, диверсифицировать источники дохода. Но правительство Кыргызстана пока мер не предпринимает. Наоборот, власти страны будто демонстрируют свою заинтересованность в отъезде граждан. Ведь ослабление режима для трудовых мигрантов стало главным козырем в рассказах о преимуществах отступления страны в Евразийский экономический союз. На рынке труда Кыргызстана сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, число выезжающих на заработки увеличивается, так как многие кыргызстанцы не могут найти работу в стране. С другой стороны, бизнес не раз заявлял о кадровом дефиците, о том, как сложно найти специалистов, необходимых работодателям профессии. Численность населения Кыргызстана – 6 миллионов 77 тысяч человек. Из них 2,5 миллиона – это экономически активная часть населения. Заняты 2 миллиона 300 тысяч человек. Число безработных – 201 тысяча или 8% от экономически активного населения. Это официальная статистика. Точных данных числа безработных нет. И тот факт, что около 1 миллиона человек находятся в трудовой миграции, говорит о высоком уровне безработицы в стране. Но даже в этих условиях бизнес постоянно испытывает недостаток кадров, необходимых ему специальностей. В последнее время нехватка квалифицированных кадров специалистов с навыками уже затрудняет тот же процесс привлечения инвестиций. Многие инвесторы уезжают из страны, не находя нужных специалистов. Многие отечественные компании сегодня вынуждены привлекать специалистов из-за рубежа за большие деньги. Да, у нас есть инвесторы, которые строят завод. И вот, к сожалению, тех специалистов, тех инженерно-технических, инженерно-технического направления, к сожалению, таких специалистов нет, надо признать. Возможно, это стало причиной того, что свободного рынка, когда наши более высококолистые специалисты выехали за рубеж, чтобы, воплощая, используя свои навыки и знания, зарабатывать деньги. Еще немного интересной статистики. По данным Министерства образования, 42% населения Кыргызстана имеют высшее образование. Сейчас в Кыргызстане действует 55 вузов, в них обучается 174 тысячи студентов. Но гораздо интереснее тот факт, что Министерством социального развития на рынке труда выявлено 31,5 тысячи свободных вакансий. В основном требуются кадры со среднепрофессиональным образованием. 235 профессиональных лицеев и колледжей Кыргызстана в 2016 году выпустили 16 тысяч специалистов. Эта статистика показывает, что в стране людей с высшим образованием гораздо больше, чем работников востребованных профессий. Родители думают, что все после школы должны идти в университет. Никто ничего не должен. Дети на Западе после школы, очень большой процент детей, они или идут на работу, или просто полгода не работают, ходят на волонтерскую работу, ходят на всякого рода практики, собеседования, курсы, для того, чтобы определить свои способности, чем они хотят заниматься в жизни. Айнура Саганбаева решение этой проблемы видит в резком сокращении вузов и составлении рейтинга учебных заведений. В целом, нужны исследования, которые выявят, насколько совместимы потребности рынка труда и действующая система образования. В этом вопросе заинтересованные стороны должны вести консолидированную работу. Эти исследования должны проводиться постоянно, повсеместно, со стороны государства, со стороны проектов, которые поддерживаются международными организациями и так далее, со стороны бизнеса самого, ассоциаций бизнеса и так далее. Эдовая, к сожалению, нет. Иногда проводятся исследования, но они, во-первых, разовые, и от этого ситуация никогда не поменяется, потому что нужна стратегия развития рынка труда и сферы занятости. Но бизнес, мы считаем, что мы представители бизнеса, мы должны четко понимать, что это проблема не только Министерства образования, это проблема вообще целого общества, потому что бизнес-среда во многом зависит от качества именно образования, общества в целом, со всеми вытекающими последствиями. Бизнес давно обращает внимание правительства на то, как пропасть между системой образования и потребностями рынка труда растет каждый год. И если эту проблему сейчас не решить, последствия будут серьезными, бизнес уже привлекает рабочие кадры из других стран. Чтобы решать эту проблему рынка труда, был создан Фонд развития навыков. Фонд финансируется Азиатским банком развития и готовит в короткие сроки необходимых бизнесу специалистов. Главным преимуществом обучения в фонде является тот факт, что большая часть учебного процесса – практические занятия, и бизнес может сам участвовать в подготовке своих будущих кадров. Фонд развития навыков принимает заявки от всех желающих кыргызстанцев старше 16 лет. Фонд развития навыков создан в рамках второго проекта Азиатского банка развития – профессиональное образование и развитие навыков. Это первый подобного рода проект в Центральной Азии. В Кыргызстане он реализуется агентством начального и среднего профессионального образования в целях оперативного реагирования на потребности рынка труда и обеспечения отраслей экономики квалифицированными рабочими кадрами. Понятно, что у работодателей сейчас такой голод в кадрах квалифицированных, тех, которых им нужны. И таким образом, направляя свои заявки на те кадры через фонд развития навыков, они могут получить квалифицированных специалистов, причем они могут участвовать в разработке самой программы учебной, где они прописывают, какие квалификации, какие компетенции нужны, какие знания, навыки нужны этим работникам, конкретно для каждого работодателя. Учебное заведение, оно уже тоже смотрит на требования работодателя, старается готовить и программы, и разрабатывает именно те модули, компетенции, которые нужны работодателям. В том числе работодатели через фонд образования, они могут сами участвовать в обучении, то есть предоставляя своих мастеров, предоставляя производственную базу. Целевые группы для обучения, работники предприятий и организаций, социально уязвимые категории населения, безработные граждане, лица с ограниченными возможностями здоровья, трудовые мигранты. Подготовка кадров проводится по приоритетным отраслям. Строительство, горнодобывающая промышленность, туризм, швейная отрасль, сельское хозяйство, транспорт и пищевая промышленность. Основные преимущества обучения через фонд развития навыков заключаются в возможности получения качественного бесплатного образования за короткий срок. Результаты на сегодняшний день. За три месяца запуска курсов в фонд поступило свыше 5000 заявок. Из них уже сегодня обучается более 3000 человек во всех регионах Кыргызстана. Обучение проводится на базе 78 профессиональных лицеев и колледжей. Более 60% учебного процесса проходит на предприятиях под руководством опытных мастеров и технологов. По окончанию курса обучения работодатель проводит тестирование выпускников курса на производственной базе. Возникла необходимость в обучении сотрудников в связи с тем, что кто-то выехал, кто-то пошел на заслуженный отдых на пенсию. Поэтому мы решили в первую очередь обучить своих работников. Поэтому обратились в фонд развития навыков. И фонд развития навыков нам помог. Мы обучили, набрали 4 группы по следующим специальностям. Газовиктосфальщики, электромонтеры, аппаратчики производства сахара, слесари, ремонтники промышленного оборудования. Все эти ребята, которые пройдут переквалификацию, будут трудоустроены у нас на заводе. Не каждый сотрудник может оплатить обучение. И фонд развития навыков помог решить эту проблему. Люди, которые у нас работают на заводе, получат специальность совершенно бесплатно. Фонд развития навыков продолжает прием заявок на обучение на краткосрочных курсах по рабочим профессиям. Квалифицированные рабочие кадры – это будущее экономики Кыргызстана. Давайте вместе сделаем это будущее настоящим. К 2020 году в Кыргызстане должно появиться 10 тысяч предпринимателей в возрасте до 16 лет. Это амбициозные планы нового проекта КИЦАП. Для достижения цели инициаторы проекта каждое воскресенье проводят пока небольшие ярмарки детского предпринимательства в торговых и развлекательных центрах Бишкека. Меня зовут Садет. И мне 7 лет. 7 лет, да? Ты уже второй раз участвуешь на этой ярмарке, да? Да. И что ты продаешь? Я продаю конфеты. Сама делаешь? Мама немного помогает. Мама помогает, но ты сама тоже делаешь, да? Да. А расскажи, из чего ты делаешь? Вот эти сделаны из клумники, из кешью и посыпаны трушкой кокосовой. Кокосовая стружка? Да. Они очень полезные, наверное, да? Да, полезные. Вот эти они горькие. Что-то не помню, чего они сделаны. Одна штучка вот такая стоит по 15 сон, а вот такая 10 сон. Ну и классно. А вот эти по 80. Это вот одна упаковка, да? Ну ты намерена сегодня все продать? Все продашь? Да. Да? Ну удачи тебе. Хороших продаж. Основная цель в том, чтобы сделать экономику, поднять нашу экономику Кыргызстана через то, что мы можем создать бизнес-класс, новый предпринимательский класс, да? Которого, к сожалению, в Кыргызстане нет уже давно. И мы думали работать с взрослыми людьми, со студентами, но мы поняли то, что на самом деле у них уже установки какие-то уже есть старые, да? И самое время работать с детьми для того, чтобы привить им правильное понятие бизнеса, правильное понятие того, что бизнес это не только купил, продал что-то, да? Но и то, что через бизнес можно решать социальные проблемы, через бизнес можно благоустраивать окружающую среду, не нанося вред окружающему миру. Меня зовут Аруке, мне 10 лет, я четвертый класс. Как часто ты уже сюда приходишь, как давно? Уже четвертая неделя. За это время как много было продаж у тебя? Ну, да. На первой ярмарке, да, 500 доходило, на второй уже больше. Я продаю вот эти подушки, смайлики, сумки, брошки, я недавно их вчера сделала. Макдональдс, пончик, цветок, 5 цветов, это на вечернее платье, там, на черное, для взрослых это 180. В 17-м году, когда коммунисты пришли во власть, в этот момент была запрещена частная собственность и, по сути, запрещено предпринимательство, да? Вот представьте, да, с тех пор родители из отца к сыну передают, да, говорят о том, что нельзя заниматься бизнесом, нельзя, это опасно, тебя могут убить, потому что, там, я не знаю, посадить, куда-нибудь ссылку отправить, да, это и только вот в 90-е годы вот все, что вот это буйствовало, держалось, да, вот запрещалось, оно вот прям взорвалось. Начался полный беспредел, вот это криминальные структуры какие-то, да, когда вот законы джунглей стали работать. У основного населения, которое и в том, и в другом случае, как бы, просто стояло с краю, да, все на это смотрело, складывалось еще большее ощущение, что вот, возможно, тогда коммунисты были правы, что это плохое дело, потому что тут, там, они бандиты, да, там, или коррупционеры. Я думала раньше, что люди, бизнесмены обманывают этих, да, оказывается, все нужно рассчитывать, чтобы было всем поровну и чтобы было справедливо, но теперь я думаю, что это лучше. Дети, вот участники нашей ярмарки, они стали, как по словам родителей, да, они говорят, что дети стали более бережно относиться к деньгам, что если до этого они просто так тратили, да, бездумно, сейчас они уже как-то подумают, потому что они уже почувствовали, как это все зарабатывать. Ну, извините, у меня, там, 3-4 часа простоять, это тоже труд, да, стоять, общаться с людьми, это какая-то, какая-то энергия туда будет уходить. И также у детей появляется более-менее понимание того, кем они хотят быть. Лапочка 50. Лапочка. 110, 110. А, моя подруга сказала, что ты ей обещала вторую вещь, да? Да. Да? Например, мы что-то покупаете, и туда подарок. Все что угодно, или не те, что покупать? Нет, что, ну, что здесь. Должен, можешь, если ты мне его дать, если подарок. Всегда уж и дай. Коски. Погашки. Были дети, которые были очень забитые, такие закрытые, там, боялись, стеснялись. Подходишь к ним, они такие молчат, молчат, да? На третью-четвертую ярмарку они уже пришли с таким зарядом, потому что понимают, что есть что стоять, зачем тогда вообще выходить, да, и они становятся очень раскрепощенными, и это реально чувствуется, они становятся более открытыми миру, они понимают, что вокруг люди не злые, вокруг люди не придут, их не забьют, да, а понимают, что люди, если ты им хорошо расскажешь, представишь, то они у тебя купят товар, и ты им сделаешь полезное, и они тебе в обмен дадут деньги. Меня зовут Чингзов Смейл, мне 13 лет. Ты, получается, занимаешься, это как называется техника? Это называется плетение из паракорда. Плетение? Из паракорда. Вот эта веревка, она называется паракорд. Можешь нам сейчас показать в мастер-класс, как это делается? Да. А сколько, ну ты уже второй раз, да, участвуешься в этой ярмарке, да? Да. В первый раз как, сколько приблизительно заработал, если это не коммерческая тайна? Ну, для первого раза нормально, 230 сонов. Ну, я только недавно в Ютубе увидел, мне стало интересно, и я начал этим заниматься. Учиться, да? Да. Ну, классно. Потом мне тетя сказала, там, что идет всякая ярмарка такая, и я решил тоже поучаствовать в ярмарке. Вот, молодец. Вот, смотрите, уже начинается. Как? Вот это уже начало заложено, и достаточно красиво, и можно на любой вкус и цвет выбрать себе браслет, да? Да. Молодец, удачи тебе. Спасибо. Видите, когда мы детям даем такую площадку, где уже не в теории, да, там, где мы изучаем, что такое конкуренция, что такое экономика, что такое деньги, а когда они сами вот это все чувствуют, и они чувствуют, что вот у меня идет, а потом параллельно у меня кто-то другой такой же товар сделал, и они уже начинают думать, ага, начинается конкуренция, что мне нужно развивать? Нужно сделать так, чтобы мой товар отличался еще чем-то, да, там, подачей, может быть, да, может быть, каким-то вкусом. Если он в первую ярмарку меньше доливал, теперь он переливает для того, чтобы сказать, вот, у меня, видите, я всегда очень много наливаю. Потом они какие-то там записочки придумали, да, там. Привет. Как дела? Что, расскажешь, как у тебя сейчас продажи идут, этот, получается, ты сегодня что принес? Я сегодня принес апельсиновый сок, сочный, натуральный, содержит незаменимые витамины, ой, содержит незаменимые амини-кислоты, 11, содержит редкие витамины А, Е, К, содержит калий, кальций, железо, йод, фосфора, медь, цинк, витамины А, В, Е, много витаминов С, которые нужны для здоровья. Ну, вот, отец Семира приходил к нам на курсы по тепличному делу, и там мы, когда вот занятия закончились, я вот помню, все занятия он сидел за соткой и что-то там играл, по-моему, смотрел, там, и я потом увидел, что он такой маленький, говорю, вот, как раз вроде бы подходит к нам, спросил, сколько лет, сказал, 10. Он говорит, давай, может быть, пойдешь к нам на ярмарку, и отец, и он так заинтересовались, что за ярмарка, я говорю, ну, вот ярмарка детей предпринимателей, он говорит, я же не предприниматель, я ничего не знаю, отец, он ничего не умеет делать, я говорю, ну, давай попробуй, что стесняться, просто бери и делай. И он говорит, а что мне делать? Говорю, вот, у нас там дети всякие подделки продают, там, еду продают, но мало кто продает напитки. Говорю, вот, пока эта ниша свободна, давай быстрее делай. Говорю, что ты сам любишь? Он говорит, я люблю апельсиновый сок. Говорю, ну, вот, давай, говорю, вот это делай, попробуй. И он раз сел быстренько на ютубе, набрал, как делать апельсиновый сок, и вот тогда же сразу принял решение. Говорю, все, я иду на ярмарку, и все, точно уже решил, и буду вот это делать. И через два дня он пришел к нам на ярмарку, начал продавать, и потом, после первой же ярмарки, отец ко мне подошел и говорит, я своего сына не узнаю. Говорю, что-то с ним совершенно, это как будто подменили, да, потому что до этого он постоянно сидел за соткой, там, да, чтобы во что-то игрался, а теперь, говорит, какой-то общительный он стал, очень такой, ну, живой, открытый стал. Мы продолжаем развеивать наиболее частые заблуждения относительно валюты, денег и деятельности Национального банка Кыргызской Республики. Напомню, в этом месяце регулятору исполнилось 25 лет. Сегодня об очередных распространенных мифах. Дорожает ли доллар по решению Национального банка, о том, всегда ли дешевая национальная валюта, это плохо, и живем ли мы богаче, если у нас на руках становится больше сумм. Рубрика «Финсабад» в эфире «Капитал». Миф. Доллар дорожает, потому что так решил Национальный банк. Введя в обращение собственную национальную валюту в 1993 году, Кыргызстан избрал режим плавающего обменного курса. Национальный банк не регулирует, не определяет тенденции курса валют. Это означает, что курс валют устанавливается рыночными условиями, в зависимости от спроса и предложения на внутреннем валютном рынке. То, что есть волатильность определенная курса валют, то есть когда курс может или вырасти, или наоборот понизиться, это определяется рынком. Это нормальное явление для тех стран, где действует режим плавающего обменного курса. Его задача – сглаживать резкие скачки курса валют, чтобы не было резкого колебания. Для этого Национальный банк использует инструменты денежно-кредитной политики. К примеру, покупает или продает иностранную валюту. Это называется валютной интервенцией. Когда на валютном рынке растет спрос, допустим, на доллары, курс американской валюты начинает расти. А субъекты рынка, в нашем случае коммерческие банки, не в состоянии самостоятельно покрыть этот спрос. Национальный банк может продавать иностранную валюту коммерческим банкам. И наоборот, если на валютном рынке избыточное предложение иностранной валюты, то Нацбанк может купить ее, чтобы покрыть потребность рынка в национальной валюте. А на рынке курсы валют устанавливаются договорными отношениями между сторонами. Национальный банк устанавливает официальный курс валют. Это для расчетов и учета. Какие-то расчеты ведутся в иностранной валюте. В основном это между представителем бизнеса, допустим, если не резидентами являются. И когда учет ведется, допустим, по официальному курсу национальной валюты, валютные активы, скажем так, допустим, национального банка. И, допустим, когда учет ведется, допустим, на какой-то день мы составляем, скажем, баланс. И берется тот курс, который действует. Миф. Чем больше на руках у населения Сомов, тем богаче мы живем. Избыток денежной массы в стране приводит к тому, что деньги обесцениваются. Количество денежной массы может превысить объем товарной массы. Может произойти товарный дефицит и последует инфляция. Кроме того, идет давление на иностранную валюту. Курс доллара при переизбытке Сома будет расти. С другой стороны, мало денег – это тоже очень достаточно негативное явление. То есть сказать, что мало денег – это тоже плохо. То есть в этой связи роль национального банка заключается именно в том, чтобы привести, соптимизировать, сбалансировать количество денег, которое предоставляется национальным банкам с тем количеством, которое востребовано экономикой. Одна из задач национального банка и денежно-кредитной политики является именно предоставление оптимального объема денег в экономику. Национальному банку, регулируя количество денег в стране, приходится выбирать между низкой инфляцией и быстрыми темпами развития экономики. Миф. Дешевая национальная валюта – это плохо. Для стран, которые что-то производят и экспортируют в другие страны, дешевая национальная валюта наиболее выгодна. К примеру, в Японии правительство делает все, чтобы не допустить роста иены. Китай постоянно винят в валютных войнах, так как, не повышая курс юаня, Пекин делает товары своего производства более дешевыми, а значит и выигрывающими в конкуренции. С другой стороны, в странах, где импорт существенно превышает экспорт, к которому относится Крыльевская Республика, у нас, к примеру, импорт более чем в два раза выше, чем экспорт. Соответственно, более дешевая валюта, ослабление национальной валюты приводит к тому, что импорт становится более дороже. И, соответственно, происходит, что люди не могут позволить потребление каких-то товаров, которые у нас импортируются и которые потребляются в большую степень. Соответственно, происходит, может быть, где-то ухудшение жизни населения. То есть сказать, что одно плохо для других или другое, или хорошо для других, то есть достаточно сложно. Когда в стране объем экспорта значительно превышает объем импорта, обесценивание национальных валют становится выгодным для государства. При существующей структуре экономики, столь высокой зависимости от импортных товаров, которые есть в Кыргызстане, ослабление курса суммы неизбежно приведет к снижению уровня жизни населения. На сегодня все менее чем через неделю. В понедельник моя коллега Назгулько Нурбаева на кыргызском языке расскажет, что нового и интересного в мире финансов, рынков и бизнеса. Следите за событиями экономики вместе с Capital. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова